В эфире новости в студии Альфия Хайдарова. Здравствуйте. Более 30 акимов и заместителей различного уровня с начала года привлечены к ответственности за коррупцию. 12 из них уже осуждены. Информация была опубликована сегодня на официальной странице Facebook Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции. Один из самых высокопоставленных чиновников из этого списка – заместитель Акима города Садпаевка Аргандинской области. Его подозревают в получении взятки в размере 100 тысяч тенге. Сообщается, что он организовал беспрепятственное подписание актов выполненных работ при строительстве двух общежитий. После того, как преступная схема была раскрыта, чиновник полностью признал свою вину, поэтому задерживать его не стали. В Павлодарской области Акима района попался на сумме в два раза меньше. Его подозревают в получении взятки в размере 50 тысяч тенге за подписание договора аренды и установки платежного терминала в здании Акимата. Акима города Щитысая обязали выплатить штраф в размере 12 миллионов тенге за положительное решение вопроса финансирования по программе Балапан и Общее покровительство. В Павлодарской области за получение взятки путем вмогательства осуждены заместитель Акима района и руководитель отдела строительства. Должностные лица, им было предъявлено обвинение в получении взятки в сумме 500 тысяч тенге от подрядной компании по строительству. Судом заместитель Акима признан виновным. Он приговорен к 7 годам лишения свободы. Руководитель отдела строительства также признан виновным. Ему назначен штраф в размере 35 миллионов тенге. Несколько торговых точек, где мобильные телефоны продавали без документов, обнаружили сегодня полицейские Астаны. В столице проходит рейд под кодовым названием «Скупка». Хоть речь и идет о единичных случаях, за них владельцы магазинов придется отвечать по всей строгости закона. Вместе с правоохранительными органами в рейде участвовал и наш корреспондент. Обычный коммунальный рынок столицы. Работа кипит. Пока в одних торговых точках обслуживают покупателей, в других продавцы отвечают на вопросы полицейских. Проверяют владельцев магазинов, торгующих сотовыми телефонами. Не сбывают ли краденое. Правоохранители требуют документы, подтверждающие подлинность продукции. Но, как оказалось, есть они не у всех. Есть люди, которые будут просто ругаться и говорят, что мы съездили, принесли, забрали, вот это все сделали. На документах все не заканчивается. В конце концов, это просто бумага. Полицейские пробивают по своей базе данных и мэй-коды. Так можно выяснить, не числится ли устройство в розыске. По статье 1966, часть 1, то есть «Скупка краденого». После того, как данные телефона будут проверены, если данные телефона не проходят по регистрированным заявлениям, то эти телефоны будут вам возвращены. Этот рейд подкодован названием «Скупка» – часть большой программы по противодействию кражам на три ближайших года. Хозяева этих точек понесут наказание, если полицейские докажут факт незаконной торговли. Вот сейчас прям следователи были... Был определен номер, телефон 2016 года, который числится в розыске, как украденный с машины в 2016 году. Вот принцип розыска по совпадению мэй-кодов. Наши сотрудники смогли определить хозяина этого номера телефона. Так что этот телефон, который был потерян в 2016 году, вернется своему хозяину. Разумеется, в центре внимания полицейских не только сотовые телефоны. Перечень дел, по которым они работают, солидный. В следующий раз стражи порядка намерены нагрянуть с проверками на авторынке и в магазины, торгующие велосипедами и запасными частями к ним. В Женеве после непродолжительной болезни в возрасте 80 лет скончался бывший генеральный секретарь ООН Кофи Аннан. Известно, что аганский дипломат ушел из жизни в окружении семьи. Супруги Нани и троих детей. Впечатляющая карьера Аннана началась в 1997 году, когда он был избран на пост генерального секретаря ООН. Эту должность он занимал до 2006 года. В 2001 году Аннан получил Нобелевскую премию мира за свою работу по обновлению ООН и борьбу за права человека, усилия по сдерживанию распространения СПИДа в Африке и его непримиримую позицию в отношении международного терроризма. После отставки дипломат занимался миротворческими программами в Кении и Сирии. А с 2016 года Кофи Аннан возглавлял независимую комиссию по расследованию преследования представителей народности Рахинджа в Мьянме. О дате прощания с дипломатом будет объявлено позже. Число погибших при обрушении автомобильного моста в Генуе возросло до 42 человек. Как сообщают СМИ, итальянские спасатели обнаружили под завалами тела еще четырех человек. Причем трое из них – члены одной семьи. Автомобиль, в котором они находились в момент обрушения, раздавило бетонными блоками. Напомню, трагедия произошла во вторник. На складские помещения и железнодорожные пути обрушились один из основных пилонов и большой пролет моста. Безопасность его эксплуатации уже давно вызывала сомнения у специалистов. Проверка выявила проблемы с прочностью конструкции еще в 2017-м. Сегодня в Генуе состоятся государственные похороны жертв трагедии. В стране объявлен общенациональный траур. Еврокомиссия приспустила флаги стран-членов Евросоюза у здания штаб-квартиры организации в Брюсселе. Акция проходит в память о погибших при обрушении автомобильного моста в итальянской Генуе. Знак солидарности с властями и народом Италии. Сегодня в Италии объявлен национальный траур в память о погибших в трагедии. Ранее в Еврокомиссии заявили о готовности оказать стране всестороннюю поддержку. На юго-востоке Австралии в штате Новый Южный Уэльс бушуют лесные пожары. Огонь приближается к населенным пунктам, сообщает рейтер. Информация о жертвах и пострадавших пока не поступала. В тушении задействованы 800 пожарных, а также десятки единиц техники. Укротить огненную стихию спасателям пока не удается. Ситуацию осложняет сухая, жаркая погода и порывистый ветер. Всего на территории штата зафиксировано свыше 70 возгораний. Более 320 человек погибли за неделю в результате наводнения на юго-западе Индии. Ранее сообщалось о 160 погибших. 220 тысяч жителей остаются без крыши над головой. В штате Керала для пострадавших организованы 1300 лагерей временного проживания. Премьер-министра Индии Нариндра Модиа прибыла в регион, чтобы своими глазами оценить масштаб разрушений. Из-за непрекращающихся ливней из берегов вышли более 40 рек, обрушены несколько мостов и уничтожены посевы. Сейчас в пострадавших регионах опасаются эпидемии. Многие районы остаются без воды и электричества. Добавлю муссонные дожди. В это время года для Индии обычное дело. В этом году с начала сезона муссонов от наводнений и оползней в Индии погибли свыше 860 человек. Жителям Грузии придется ту же затянуть пояса. За последние несколько дней резко обесценилась национальная валюта Лари. Уже начали дорожать продукты первой необходимости, топливо и медикаменты. Прогнозы экспертов малоутешительны. Тенденция продолжится до конца года. Подробнее в сюжете Татья Джани Бегашвили. Еще несколько дней назад национальная валюта Лари держалась по отношению к доллару на отметке 2,45. Сейчас же курс резко упал ниже отметки 2,6 Лари за 1 доллар. И что хуже всего, эти показатели на табличках меняются чуть ли не ежечасно. Причина как во внешних, так и региональных проблемах в один голос утверждают грузинские эксперты. По их словам, тенденция снижения курса появилась на фоне обесценивания лиры и рубля в соседних Турции и России. На курс Лари повлияли частично внешние факторы, текущие события в соседней Турции, так как грузинская экономика практически уже на 80% зависит от Турции. Грузия, к сожалению, остается страной практически с нулевой экономикой. И у нас из года в год катастрофический дефицит внешней торговли, экспорт, импорт. Это все уже отразилось на ценах и в первую очередь на стоимости топлива. Больше 70% пищевых продуктов страна завозит из-за рубежа. Поэтому вместе с падением грузинской валюты начали дорожать овощи, фрукты, мясные и молочные продукты. А больше всего обесценивание Лари ударило по карманам тех жителей, у кого кредиты в иностранной валюте – в долларах или евро. Это отрицательно сказалось на бюджете семьи. У нас кредит в долларах, теперь придется платить на несколько сот лари больше. Все подорожало – лекарства, еда. У большинства нет возможности даже выехать в родную деревню отдохнуть. В семьях работают практически все члены, чтобы справиться с ежемесячными обязательными расходами. Специалисты не теряют надежды, что власти Грузии смогут найти решение, которое позволило бы максимально смягчить последствия экономического кризиса. Я уверен, что наш центральный банк, а там настоящий профессионал, президент и другие профессионалы, конечно, не пойдут, и парламент не пойдет на эмиссию лари. Монетарная политика будет соблюдаться строгой, все это остановится. Но вот обеспечение экономическое, конечно, Грузии в национальной валюте, валюты пока нет, соответственно, в торговле это отражается. Первое заявление уже сделал председатель парламента Грузии Иракли Кубахидзе. Он заверил, что у исполнительной власти есть соответствующий план, чтобы обеспечить стабильность лари. Консультации по этой теме ежедневно проходят в правительстве. Как именно политики смогут приостановить обвал национальной валюты, покажет время. Талантливый человек талантлив во всем. Вот и молодое дарование, виртуозный композитор Рахат Би Абдесагин, найдя время в плотном графике, приехал в республиканский молодежный лагерь. Но не в качестве отдыхающего, а лектора. Он поделился с лидерами молодежных организаций своим видением современного тренда модернизации общественного сознания. Молодое дарование композитор Рахат Би Абдесагин музыку писал уже в 12-летнем возрасте. Его произведения исполняют известные солисты, камерные ансамбли и симфонические оркестры Европы, Азии и Америки. Помимо заслуг на музыкальном поприще Рахат Би, один из победителей проекта «100 новых лиц Казахстана». Вот и для молодого поколения в республиканском летнем образовательном лагере лекцию приехал читать о современном тренде модернизации общественного сознания, страны и мира в целом. Это абсолютно уникальная возможность. Мы сами живем в исключительное время, где перед нами открыты абсолютно все двери. То есть мы имеем беспрецедентные исторические возможности и возможность взаимодействовать с молодежью, с теми, кто будет воплощать, то есть реализовывать все эти идеи модернизации. Слушали композитора внимательно и с интересом, а по завершению обменивались друг с другом мнением. Я была очень вдохновлена и поражена тем, что несмотря на его юный возраст, он достиг очень многого. Он создал более ста композиций и на сегодняшний день свободно говорит на шести языках. Наша главная цель – это отсюда взять максимально большой багаж знаний и по приходу домой в своем регионе рассказывать это своим людям, своей молодежи, чтобы этот тренд модернизации был в очень максимальном процессе реализации. Участники лагеря надеются найти решение многих социальных проблем молодежи. Среди них конкурентоспособность, проблема воспитания культурных ценностей и культ потребления. В конце каждой смены будет презентация и лучшие проекты будут отобраны и создана определенная база, национальная база данных наших стартапов, проектов, идей наших участников, для реализации которых со следующего года будут уже создаваться условия. Этот республиканский образовательный лагерь будет работать три смены с 12 по 26 августа. За это время в планах обучить больше 300 участников со всех регионов страны. Сейчас в лагере идет вторая смена. Марк Брюшко, Ермек Киншимбек, Асхат Каркайшиев, Хабар-24, Астана. Сегодня пограничники Казахстана отмечают свой профессиональный праздник. В Павлодаре в честь 26-летия пограничной службы Комитета национальной безопасности и военные служащие устроили праздничный автомотопробег. Более 30 единиц военной и гражданской техники проехались по улицам города. В день памяти погибших при исполнении служебного долга пограничников в областном центре установили каменный монумент. Привезли его из Курдая Жамбульской области. Высота мемориала 3 метра, а вес более 2 тонн. По словам организаторов, Курдайский камень был выбран специально, так как он является долговечным и не разрушается. Установили памятник в Парке Победы. Участники мероприятия также возложили цветы к постаменту Аберийска Славы. Направлено на патриотическое воспитание казахстанской молодежи, привитие любви к родине, защите отечества. Сколько военнослужащих, не жалея жизни, во все времена охраняли государственную границу. Их подвиг нужно помнить всегда. Сегодняшнее событие – достойный пример проводимой программы «Рухани Жангару» в рядах армии. Желаю, чтобы таких памятников в честь воинской славы появлялось больше. Строительство казахстанской плотины планируют завершить уже в конце этого года. По словам специалистов, ввод объекта создаст мультипликативный эффект. В семь раз увеличатся пассивные площади, повысится урожайность, будут созданы новые рабочие места. Напомню, казахстанская плотина была разрушена 8 лет назад. Водохранилище начали восстанавливать в 2016 году. На строящемся объекте побывал наш корреспондент Адильхан Сахари. Треть работ по строительству казахстанской плотины выполнена. Подведены дороги, линии электропередачи, построены дома для обслуживающего персонала. Расчищено дно водохранилища. Также проложен туннель, по которому будет производиться сброс воды. Осталось возвести само тело плотины. Основные работы сейчас ведутся у основания плотины. Закладывается так называемое ядро. Ширина основания плотины составит 310 метров. Длина от одного берега до другого 300 метров. А высота 55 метров. На возведении объекта задействованы около 200 единиц техники. Работа ведется в две смены. На реализацию проекта из республиканского бюджета выделено около 6 миллиардов тенге. Сдать плотину планируют до конца года. Старая плотина была в глиняном варианте сделана. Этот вариант очень сложный. Данный вариант. Потому что у нее ядро глинистое. Кроме этого внутри под низом очень большой объем бетона заложено. Стенка заложена большая. Высотой 2,5 метра, которую вы видите. По гребни идет. Этого раньше не было. По обоим сторонам сделана каменная наброска. Это очень большой объем работы. Каменная где-то здесь около 930 тысяч кубов. Поэтому это очень усиленная плотина. Водохранилище общей площадью 337 гектаров сможет накапливать до 42 миллионов кубометров воды. И обеспечивать живительной влагой около 7 тысяч гектаров земель. У нас 163 крестьянских хозяйства. Но в основном занимается у нас катавасом. В связи с тем, что не хватает воды. Ведут строй, тогда будет больше. Потому что земли у них все есть. Но туда вода не доходит. На введенных в оборот землях будут выращивать сахарную свеклу, сою, бахчевые. Но это произойдет через два года, когда водохранилище сможет накапливать достаточный объем воды. Адильхан Сахарик, Анна Штургенбаев, Хабар 24, Алматинская область. Далее о событиях из мира спорта. Казахстан обыграл сборную Сербии на чемпионате Европы по мини-футболу в Киеве. Со счетом 2-1 наши спортсмены вышли в полуфинал. Игра была динамичной и подарила болельщикам массу ярких эмоций. Первый мяч казахстанские футболисты забили в первом тайме. Его автором стал Нурбек Карагулов. Но вскоре сербы сравняли счет. Победный гол Казахстана удалось забить только ближе к концу матча. Довольны результатом. Обыграли очень приличную команду Сербии. Вы все это видели. Матч сложился непросто для нас. Мы готовились, обсуждали, смотрели, выбирали тактику на игру. Но коррективы внесло, конечно, поле. Вы все видели, что игроки скользили. Поэтому здесь риск очень большой потери мяча. Цена ошибки очень высока была. Ребята где-то перестраховывались. Это их немножко сковывало. Но мы очень довольны тем, что все-таки мы забили свои голы, которые принесли итоговый успех. Чемпионы летних азиатских игр получат по 10 тысяч долларов призовых от Министерства культуры и спорта. Также денежные вознаграждения в размере 5 и 3 тысяч долларов предусмотрены серебряным и бронзовым призером. Не оставят без внимания их тренеров. Казахстанские спортсмены начинают борьбу на Азиаде в Индонезии. Какие у них задачи узнала Лариса Гречихина. 440 наших спортсменов будут защищать честь страны на летних азиатских играх в Индонезии. В 25 олимпийских видах спорта и 37 дисциплинах. Легкоатлеты, боксеры, пловцы, борцы и многие другие. Казахстан традиционно будем показывать высокие результаты. Потому что по тем видам спорта, которые сейчас включены на азиатские игры, мы традиционно занимаем лидирующее это положение. И, конечно, сейчас вот единственное, новые виды спорта, они могут немного отразиться. Потому что те новые виды олимпиады, как скалолазание, как стритбол, это смешанная баскетбольная игра и другие виды спорта, оно в Казахстане только-только возрождается. И они тут только могут отразиться на общем результате. А в целом, это, конечно, Казахстан крепко держит свои позиции. Что касается позиций, то в спортивном ведомстве ожидают, что по итогам азиаты Казахстан расположится на четвертой строчке в общем медальном зачете. И выступит не хуже, чем на прошлых играх в Инчхоне. Подняться выше, скорее всего, не получится. Потому что по традиции в тройку лидеров на континенте входят Япония, Китай и Корея. К слову, спортсмены Северной и Южной будут выступать одной командой. На азиатских играх мы уже давно для себя определили, что в тройку достаточно тяжело войти. Почему? Потому что на данном контингенте есть основные три страны, которые преобладают в видах спорта. Это Япония, Китай и Республика Корея. И идти после них четвертыми – это достаточно серьезная такая задача. Соревнования будут проходить в двух городах – Джакарте и Полимбанге до 2 сентября. За этот период будет разыграно 462 комплекта медалей. Лариса Гречихина, Аяду Синбаев, Хабар, 24. На этом у нас пока все. Спасибо за внимание. До скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин